МОХИГЕНСАН МОХИГЕНСАН И БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА А на всякий случай, если перевести на русский, то МОХИГЕНСАН это МОГИКАНИ Племя МОГИКАН когда-то обитало в этих краях, и вот последние из МОГИКАН и организовали Такое замечательное место, как этот отель, казино, курорт в этих краях И поэтому все чаще и чаще появляются здесь звезды бокса И сегодня мы увидим бой Костя Дзю против Актая Уркала Турка, который базируется в Берлине, Германии Вот он, Уркал Ни одного еще не проиграл к этому моменту Вообще, учитывая, что в Германии очень много живет людей из Турции По-моему, они сами там в Германии не знают, сколько миллионов турок проживают в Германии Понятное дело, что турки оставляют свой заметный силет в германском спорте Те, кто следит за футболом, те, кто следит за... Другими видами, узнают лучше меня Имена турецких спортсменов Я же могу сказать, что мы были известны турецкие бойцы Это вот Актай Уркала и Самил Сам Есть еще кое-кто, ну, думаю, мы стоим за совет Нам память этим пока ничего не доказали Но, возможно, сделают это в будущем Итак, претендент на два титула чемпиона мира по двоим версиям Актай Уркал, 28 побед, 0 поражений, 9 побед на Калпе Берлин, Германия Боец, кстати говоря, очень опытный, очень настойчивый, очень волевой Невеликий танчик, не обладает мощным ударом, но Поскольку в ринге много повидал, как я уже говорил, он весьма надежный в бою И просто с насколько его не возьмешь Костя Цзю, 26 побед, 22 победы на каутом Одно поражение, одна ничья Перед этим боем стал вопрос, насколько серьезно Костя Цзю В общем-то, отнесся к своему противнику Почему этот вопрос стоял? Да потому что у Кости до сих пор, казалось, полным-полно было более именитых и более опасных противников, чем Актай Уркал Многие отмечали, вот когда Костя проиграл Винцу Филлипсу Слишком он был не настроен на тот бой Слишком он как бы так вальяжен, добродушен, в отличном настроении Не заострен, не нацелен Ну и некоторые считали, что Костя вот в подобном же состоянии вышел на бой против Уркала Посмотрим Давай, сынок, стой в своем углу, говорит Фрэнк Капучино рефери Который несметное количество боев провел уже за звание чемпиона мира По-моему, около сотни Ну, больше 80 это точно Только чемпионских боев Уркал чуть полегче, там грамм на 200, наверное И выше Кости на целый дюйм, то есть на 2,5 сантиметра Первый раунд начинается как обычно Костя тут же начинает свой прессинг И бьет уже, что называется, с максимальной жесткостью Уркал знает эту манеру Кости Они там с Фрицем, с Дунником, а он именно у этого тренера занимается Там же, где и братья Кличко Вот, они там пересмотрели столько боев Кости Цзю на видео Практически все, даже говорят любительски Стоп, стоп! И уркал понимает, как нужно действовать против Кости Цзю Стоит только попятиться, и шип пропала Вот он и остается Он готов принять на себя атаки Кости Ветерпеть их И его успех кроется только в успешных ответных действиях Так они считали перед этим боем Так они считали перед этим боем Скажут, они хорошо запомнили бой Кости Цзю против Принца Филипса Вот эти контратаки из высокой стойки Перекрестный правый удар в голову Костя постоянно пропускал тогда в том бою И уркал тоже решил на этом строить свою тактику Последняя минута первого раунда Равенство в ринге Да, уркал выглядит очень достойно В начале боя Отвесил такие просто свой Левый И отбросил эту атаку Рукала в сторону В сторону Первый раз я слышу разговор в повышенных тонах Сверлю по Сти Цзю Смысл его точно не буду переводить Звучит как просто проснись Вот на повторе все было видно очень хорошо, потому что В этой скоротечности боя иногда не успеваешь разглядеть то, что происходит Здесь прорисовалась на повторе вот эта тактика уркала А Костя, в общем, ничем нас не удивляет пока Потому что он себе верен Это его стиль, это его манера Ничего неожиданного Он не предложил ни публике, ни своему противнику Видите, это постоянное давление Абсолютно хладнокровие перед агрессией уркала Уркал стал взрываться, видите, комбинациями У Кости Цзю и Октая Уркала одинаковое количество боев Но Уркал 9 раз выигрывал нокаутом, а Костя 22 И эта статистика постоянно, наверное, сидит в голове И у Октая Уркала, и у его менеджеров, тренеров, секундантов Прекрасно понимая Пропускать нельзя Ну и пассивно отсиживаться тоже никак нельзя Видите, Уркал все на себя старается принять И потом ответить, застать Костю врасплох Жестокий удар в туловище Уркал пропускает Ну вот, Костя не нарвался По-моему, все-таки те, кто был насторожен Я имею в виду Костя настрой Перед этим боем оказались справа Как-то немножко все-таки Слишком добродушен, что называется, в бою В этом бою Жест, рефери понятен конечно преимущество кости дзю прорисовывается уже ко второму раунду его уравновешенность, хладнокровие, его нацеленность, его умение держать противника в напряжении все это пока с ним и в общем ничего не изменится думаю что Уркау в общем вот эта тактика действий засады вряд ли что-нибудь принесет интересную вот так весь бой кстати шел в седьмом раунде Костя чуть-чуть поживее пободрее действует только потому что его вынудил к этому октай Уркал сумбурная атака Уркала чистых попаданий нет република оживляется видно этот самый октай Уркал никак не мог стать сильным раздражителем для Кости а давно уже замечено чем сильнее противник чем опаснее тем более опасен более заряжен на такой агрессивный жесткий бой и Костя дзю не пропускать такие удары ну никак нельзя а я хочу вам напомнить что в это время возле ринга восседает сам зап джуда который с восторгом следит за тем как Уркал иногда все таки достает попадает своими не очень сильными ударами он достигает цели в бою против Кости и после этого объявит всем пресс агентством всем журналистам что Костя дзю не умеет защищаться что это вообще швейцарский сыр столько дырок в его обороне можно брать его голыми руками просто обычно вот в таких эпизодах первый протягивает руку примиренно что называется но Уркал по моему повел себя не совсем спортивно не спортивно то не спортивно конечно но он все таки добился кое-какого успеха и он не выглядит мальчиком для битья все заканчивается седьмой раунд грязновато но заканчивается так не торопясь в развалочку Костя возвращаются в свой угол и все заканчивается интересно послушать что там Дженни Льюис ему скажет одиннадцатый раунд вот к одиннадцатому раунду Костя берется за дело хоккан чувствуете какая разница в ударной мощи по звуку можно это разобрать просто настолько мощно бьет Костя К сожалению, пока что по защите. Даже этот успех уркалах не может вывести Костю Дзю из себя. Надо признать, что все-таки в действиях Константина в том бою не хватало остроты. Чем к тому причине сейчас остается только гадать или читать прессу. Объяснений было много. Кое-кто даже договорился до того, что Костю Дзю не хотел раскрывать карты перед вырешенными противниками. Но, по-моему, это очень плохая, потому что Костя никогда не скрывал своих намерений в бою. Уркал пропускает удар. Демонстрирует, что ничего с ним не случилось. Давай, продолжай. Конечно, уркал не пара Костей. И по логике этот бой уже должен был быть закончен. Но, вы сами знаете, бой на бой не приходится. Все, тут столько превходящих факторов. И физическое состояние, и душевный, что называется, психологический настрой. Все должно совпасть. Все должно сконцентрироваться в одной точке. В одно и то же время. Не всегда это случается с боксером. Бой! 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 выразительный повтор выглядит гораздо более результативным и активным вот когда мы смотрим эту суету на скорости когда рассматриваешь замедленных повторах видно что не достает промахивается достал все-таки в течение этого боя хотя и не так как многие ожидали для уркала сам факт его появления на мировом ринге центра внимания сам факт что он вышел против супер чемпиона кости дзю и сам факт что он выглядит достойно и почти равным кости вот видите сейчас попадает в разрез выкладывается в волевом настрое конечно ему не откажешь вот факт делает уркала в общем то не делает конечно его звезду что там говорит но все-таки привлекает к нему внимание мировой боксерской общественности что называется и планы на будущее можно застроить рука рука сохранил много сил рука сохранил много сил но ну это мотивация у него полном полно вот кости никак не перестроился даже к 12 раунду вот многие давали уркала всего лишь 4-5 раундов в этом году и по логике как оно должно было быть надо признать что зачастую кости в этом бою был не заинтересован не очень внимателен и не очень зло что называется настроем ну это в общем позволило уркалу выглядит так как он выглядит не знаю а получился получился бой Рамный бой Где только на повторах И только опытного взгляда Было видно, что, конечно Успеха Веркал так и не достиг Ну вот, наконец-то, Костя под финал Этого боя решил Немножко подурачиться, поиграть И сделал это очень успешно и эффектно Итак, леди, джентльмены После 12 раундов боя У нас единогласное мнение судей Но разрыв не очень большой 115-113 116-113 116-112 Один судья дает В пользу Кости Дзю Надо признать, что это был Один из очень редких боев Где Костя Дзю не выглядел Костей Дзю На все 100% И это дало пола для многих Считать, что у Кости Будут сложности в будущих боях Но, как горько они ошибались Считать, что это было В том числе, что это было Можем Продолжение следует...